Жители еще одного столичного жилкомплекса просят подвинуть соседнюю стройку. С началом работ в практически новом доме стали появляться трещины. И, конечно, в округе нет ни школ, ни парка, ни даже обычной дороги. Это при том, что месяц назад президент Токаев поручил разобраться с хаотичной застройкой больших городов. Азиза Закумбаева выясняла, что изменилось. Такие трещины в квартире. Недавно после ремонта зал. Этому дому несколько лет, а он уже оседает, покрывается трещинами и теряет облицовку. Жители утверждают, проблемы начались, когда рядом началась стройка. Сейчас под окнами днем и ночью вбивают сваи. По этой дороге люди ходят ежедневно уже шесть лет. Между домами в этом районе ситуация практически везде одинаковая. Просто здесь не пройти. Вязкая грязь, как болото, ямы и никаких тротуаров. Для столицы это обычная картина. Ни школы, ни дорог, ни деревьев. Человениками застраивают целые гектары. А останчане все чаще стали выходить на митинги. Нам нужно, чтобы добраться детям до школы, нам нужно аж полгорода объехать, чтобы дети дошли до остановки. Еще у нас проблема была в этом, что зеленого квартала, зеленого полюса у нас здесь вообще нет. Здесь куча собак из-за этих строек. Детей кусают. Дети не могут одни добраться до своих домов. Мы приходим по колено в грязи. Вот наша реальность. Нервы у всех на пределе. Люди требуют прекратить стройку и разбить парк. Застройщик само собой не согласен. Ведь никакого сквера по планам Акимата здесь нет и не было. Получили разрешение и получили уведомление на строительство, выданное Управлением контроля качества и городской среды города Нусултана. Площадь составляет 1,3 гектара. Впрочем, сквер в этом районе возможно появится. В Акимате обещают оставить поблизости 5 гектаров. Неизвестно, правда, что повлияло на их сговорчивость. То ли митинги жильцов, то ли поручения президента. Еще в марте он потребовал прекратить плотную застройку столицы и Алматы. Теперь Акиматам разрешат устанавливать свои порядки по застройке. И сейчас Акиматам города Алматы принято решение утвердить свои внутренние правила по ограничению плотности застройки. Соответственно, с учетом того, что у нас там будут скверы и так далее, чтобы люди могли свободно отдыхать и было полностью для них удобно. В Нурсултане этот вопрос тоже поднимается. Жителям столичных ЖК эта затея уже не поможет. Они только недоумевают, где все были раньше. Ведь то, что возвели, исправить не получится. Разбираться с трещинами тоже придется самим. Все претензии им посоветовали предъявлять застройщику.